Повторный прокат фильма «Калина Красная» собирает своих зрителей. Целыми семьями шли на отреставрированную «Калину Красную» жители российских городов. Заинтересовалась фильмом Василия Шукшина и «Молодежь». Легендарная картина, в которую на Мосфильме вдохнули вторую жизнь, вышла в повторный прокат 3 октября. Корреспонденты РГ поговорили со зрителями, которые поделились впечатлениями от просмотра. Первыми отреставрированный фильм Шукшина в рамках всероссийской премьеры увидели петербуржцы. Фото – Ольга Штраус. Обновленная картина «Калина Красная» идет на большом экране в старейшем кинотеатре Новосибирска «Победа» с 3 октября, и неизменно в зале много зрителей. Неужели они не видели фильм, который стал последней работой Василия Шукшина? Зачем идти в кинотеатр, когда каждая может закачать на свой гаджет любой фильм, который показывают разные телеканалы? Минус. Легендарный фильм «Калина Красная» вышел в повторный прокат. Просто Шукшин ставят перед зрителем вопросы о чести простого человека, о внутренней свободе. «Калина Красная» сегодня может быть еще актуальнее, чем в годы создания фильма, объяснил молодой человек, представившийся Никитой. Жительница Новосибирска Ольга призналась, что фильм переносит ее в детство. «Такое ощущение, что герои картины не чужие люди, я их знаю с детских лет. Смотрю кино и вспоминаю всех родственников из деревни, курьезные случаи, связанные с ними. Все такое родное и близкое. И увидеть это на большом экране в хорошем качестве особое удовольствие». В Екатеринбурге «Калину Красную» показали два кинотеатра. Фильм произвел эффект машины времени. Люди шли пересмотреть знакомое с юности кино, смеяться, переживать и плакать. «Здорово, что на большие экраны снова выходят старые фильмы», — говорит 30-летний рабочий из Екатеринбурга Константин Кутергин. «Хотел бы всю классику так пересмотреть. Не ремейки любимых лент, а именно отреставрированные оригиналы, которым современные технологии придали особый блеск, если бы в то время у режиссеров были такие возможности. Несколько десятков молодых людей пришли учиться человечностью у Шукшина», — так определил один из зрителей. «Некоторые приехали посмотреть картину даже из соседних городов. Кажется, всю жизнь ждал момента, когда этот фильм выйдет на большой экран. Тысячу раз посмотрел в интернете, но это не то. Очень люблю фильмы Шукшина. Преклоняю перед ним голову». Ради встречи с таким кино «200 километров ничто», — пояснил студент Артем Дробышев из Челябинска. Житель Уфы Илья Спиридонов «Калину красную» в новом формате ждал с нетерпением и во время сеанса заметил детали, на которые раньше не обращал внимания. Увидел совсем другие краски, впечатлил улучшенный звук и качественное изображение. Преображенная кинокартина на 100% передала пронзительный взгляд Шукшина, от которого становилось не по себе и хотелось спрятаться, делиться впечатлениями Илья. К сожалению, старая версия не могла передать всю ту боль, тоску Игоря Чегора Прокудина. А теперь все эмоции главного героя заиграли с удвоенной силой. На картину реагировали живо, много смеялись. Реплики киногероев молодежь повторяла вслух. В Ростове-на-Дону, несмотря на будний день и 400 рублей за билет, в зале одного из популярных кинотеатров были заняты почти все места. Как говорят сотрудники кинотеатра, информация о нем распространялась за пять дней до показа в интернете. И сразу же начались звонки. Это правда та самая Калина? Спрашивали ростовчане. У ростовчан есть потребность в таком фильме, рассказывает маркетолог кинотеатра Илья Стасенко. На вечерний показ Калины Красной в Казани пришла молодежь. Никакого попкорна и кока-колы. На картину реагировали живо, эмоционально, много смеялись. Многие реплики киногероев молодые люди повторяли вслух. Чувствовалось, смотрят в первый раз. Но и поплакать публику фильм заставил. Минус. Евгений Миронов о подлинных ценностях Шукшина. Жительницу Казани Зулей Хуапу на картину привез сын Азад, который любит советское кино, но с этой лентой еще не знаком. Сама она помнит, как в молодости смотрела этот фильм в кинотеатре «Мир». И, разумеется, несметное число раз по телевизору. Вновь и вновь хочется смотреть этот фильм, говорит она. Все взятые с жизни. Это не наигранно. Под большим впечатлением остался и Азад. Какое раньше кино снимали. А сейчас вкладывают бюджеты миллионы долларов. И что толку? Билетный контролер одного из старейших кинотеатров Петербурга Авроры Татьяна Александрова отмечает. Публика, которая приходит на Шукшина, особая, такие внимательные, умные. Многие были уверены, посмотреть обновленную версию Калины Красной придут только возрастные зрители, охваченные ностальгией. Оказалось, это не так. Культура кино и ТВ